Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня обалденно вкусные манты. Они уже были в морозилке. Я сегодня встала, думаю, что снимать. Я увидела в морозилке манты, решила отварить. Еще у нас здесь оливочки. У нас манты варки, к сожалению, нету. Я просто в сковородке это все делаю. Рецепт обязательно оставлю внизу. Также рецепт оставлю на квашеную капусту со свеклой. И давайте приступим. Так, не то, что я прям сильно голодная, но манты мне всегда хочется. Вообще мучные изделия я очень люблю. И пельмешки, и грузинские хенкали. Вчера была у стоматолога. У меня вылечил зуб, который даже не болел. Оказывается, у меня был зуб с калисом еще и наверху. Я даже без понятия. Но что, что в зубы вкладывать надо? Вот у меня мама говорит, сейчас у нее вставные зубы. И она говорит, я так мучаюсь, надо беречь свои зубки. С другим врачом проконсультировалась насчет виниров. Вы знаете, он мне сказал, что вам виниры не нужны. У вас нормальные зубы. Не придирайтесь. Я была немножко в шоке, потому что я всегда думала, стоматологом лишь бы заработать. По винирам это другой врач. То есть лечащий у меня другой, по винирам другое. А еще я вчера попала в такую тупую ситуацию. В общем, у меня мама приехала из деревни и привезла хурму. Привезла настолько много, если вы смотрели влог, то вы, наверное, видели. Настолько много, что некуда ее девать. И я, как ишак, ходила по родственникам и раздавала всем хурму. Вот. И очередь дошла до моей тети. Я ей позвонила. Позвонила, чтобы уточнить, она дома или нет, чтобы там не ждать. Я ей позвонила. И она мне говорит, я дома, но у меня гости. У моей бабушки есть двоюродная сестра. Я ее видела пару раз всего. Она к нам тоже в гости приходила. В общем, я говорю своей тете, если она у тебя дома, я не приду. Я имела в виду, что если у тебя гости, я приду как-то в другой день. Потому что мне тоже как-то неудобно. Не знаю, у всех так или только у меня. Если у моих друзей, например, есть другие гости, мне как-то неудобно туда идти. Возможно, только у меня так. И чуть-чуть такая говорит, хорошо. Тогда давай во вторник. Я такая, ну ладно, окей. Договорились уже на время. Кладу трубку. И тут в мою комнату заходит мама. И мама говорит, как некрасиво ты выразилась. Я говорю, в смысле? Мама говорит, что значит, если она у тебя дома, то я не приду. Я такая, ну я имею в виду, что если у тебя гости, то я не приду. И мама говорит, ты не так сказала. Ты сказала, что если они у вас, то я не приду. Я тут понимаю, что реально я как-то выразилась очень даже некрасиво. Человека даже может задеть, если он услышит этот разговор. Я такая думаю, наверное, она все-таки не на громком же. И мне мама говорит, нет, как раз таки твоя тетя, когда разговаривает по телефону, всегда ставит на микрофон. Поэтому вероятность того, что она услышала 90%. Но я все-таки решила уточнить. И у меня внутри, знаете, такое ощущение, что я что-то гадкое, плохое сделала. Вообще всегда боюсь обидеть окружающих. Всегда стараюсь выражаться максимально корректно. Даже если меня спросят, например, как тебе мое платье, а мне не нравится. Я никогда не скажу, что мне не нравится. Я скажу, что это твой стиль. Тебе подходит, но я бы не купила, например, такое платье. Но тебе безумно идет, например, да. Я всегда боюсь обидеть людей вокруг меня. И всегда стараюсь как бы корректно выражаться, так скажем. И в этот момент я почувствовала, что я могу обидеть своими словами кого-то. Позвонила еще раз тетя и говорю. Тетя, а то, что рядом у тебя, дама, она слышит наш с тобой разговор? И она слышала до этого, что я говорила? И что вы думаете? Моя тетя говорит. Да, ты на громкой. У меня же квартира пятикомнатная. У меня так пробило на ржать. То есть я хотела исправить ситуацию. Надо было это напечатать, написать. А я решила позвонить. Мне кажется, еще больше накосячила. Потом я думала, к черту это все. Пойду посижу, попью чай. Объясню ей ситуацию, что я имела в виду не то, что у меня неприязнь к тебе. Я просто не люблю идти к кому-то, когда у этого человека в гости. Боюсь как-то помешать, что ли. Взяла хурму, пошла к тете и увидела там как раз-таки эту двоюродную сестру моей бабушки. В общем, такая неприятная ситуация произошла. Я пошла к тете, потом объяснила это все от ее гостей, как раз-таки я. Ну как мама надо мной угорала? Мама говорит, ну надо же такое сказать. Сказала бы, если у тебя тетя гости, не хочу вам мешать, и я приду как-то в другой день. А ты говоришь, если она там, я приду в другой день. Выходит так, что типа у тебя какая-то неприязнь к ней. В общем, некрасиво получается. У меня и так и некоторые родственники считают супер высокомерной. И то, что я типа зазвездилась, ни с кем не общаюсь. Я общаюсь выборочно. Какие манты вкусные, это просто нечто. Обязательно оставлю вам рецепт, переходите, готовьте. Если у вас еще дома есть манты варка, это вообще будет взрыв мозга. Здесь у нас оливочки. Как только я вытаскиваю из холодильника оливки, это просто у моего кота истерика. Он тоже хочет. Обожает красную рыбу. Оливки. И сырое мясо. Сырое мясо это вообще, он крадет у нас, а ему нельзя. Ветеринар сказал, что ни в коем случае никакого сырого мяса. Вот такая вот неприятная ситуация произошла. Поэтому прежде, чем что-то сказать, нужно сто раз подумать. Даже вот в универе у меня была подружка. Не то, что подружка, просто одногруппница. И вот она спокойно могла так подшутить на человека, что он обидится, например. И она считалась нормальным, например. И когда над ней так шутили, она опять же не обижалась. То есть есть такие люди. Но я не люблю какие-то колки, шутки. Шутки, где тебя опускают. Вот этот черный юмор я не очень люблю. Еще я человек такое. Вот если я у кого-то что-то украду, что-то лишнее возьму. Например, да. Мне даже не нужен суд. Я сама себя изнутри сожру. Вот у меня вот внутри вот это есть. Ненавижу, когда я кому-то должна. Или кого-то обидела. Поэтому я с подружками всегда говорю, я плачу за себя, ты платишь за себя. Если даже мы идем, например, с подружкой и с мужем подружки, я всегда говорю, что я буду платить за себя. В противном случае я с вами не иду. Ой, обязательно мне надо сюда уронить. Только я могу попасть в такие дурацкие ситуации. На этом все, мои хорошие. Я поела. Было очень-очень вкусно. Немного. Хотя мама сказала, я тебе наложила много, ты сможешь это съесть. Я не могу сказать, что я прям на 100% наелась. Ну так себе. Можно еще 3-4 хурмы заправить. Это все закрепить. А с вами была Айка. Всем пока. Пока.